Всем привет! С вами Светлана Никичук и очередной выпуск Еда и я. И сегодня мы разбираем важную тему, как уходит жир. Напомню, что количество жировых клеток в организме всегда постоянно. И от того, как мы увеличиваем или уменьшаем вес, всего-навсего увеличивается, либо уменьшается их объем. Увеличиваются они за счет жирных кислот, которые преобразуются путем сложных химических реакций из глюкозы. Как же уходит жир? Для начала нужно создать стресс для организма. Это или питание, или тренировки. Создание дефицита калорий вызовет в организме выработку гормонов стресса. Это адреналин и норадреналин. Под действием которых жировая клетка, она называется адипоцит, начинает открываться и из нее извлекается ее собственно содержимое. Это жирные кислоты. Благодаря другому транспортному гормону жирные кислоты перемещаются в место сгорания, в митохондрии, где они превращаются просто в энергию. То есть, другими словами, жир это дрова, которую можно только сжечь. И никаким другим способом от жира избавиться невозможно. Существует очень много ленивых методов похудения, и люди действительно искренне верят, что они работают. В следующем выпуске мы с вами разберем, так ли это. Вам желаю прекрасного дня и хорошего настроения. До встречи. Пока-пока.